И я расскажу вам о рукотворной иллюстрации. Не об иллюстрации, которая делается в Photoshop, иллюстраторе или каких-то других гипотических программах, а именно о том, что человек может рисовать руками. Я не хочу говорить термин, который используется сейчас, использовался раньше, как коммерческая иллюстрация. Сейчас расскажу, почему. Я хочу, чтобы вы понимали, иллюстрация на сегодняшний день это не только способ заработка, это зачастую просто способ самовыражения человека. Я очень часто спрашиваю своих студентов, вас. Когда люди приходят учиться, я заберу написать какое-то маленькое своеобразное сочинение. Кто-то его писал, кто-то нет. В этом сочинении нужно написать следующее. Нужно сказать, почему ты хочешь стать веб-дизайнером. Ну, казалось бы, простой вопрос. И чего ты собираешься в этом бесконечно. Вы знаете, что отвечают люди? Многие из вас отвечали уже на этот вопрос, и вы сами знаете свои ответы, да? Я на каждую из них ругаюсь. Люди пишут, я хочу стать веб-дизайнером, потому что это интересная профессия. Это очень свежая профессия. Там можно зарабатывать. Это прекрасно. Вот там можно зарабатывать, ребята. Вот это на самом деле самый цивильный, потому что это честно. Это действительно так. Но суть в том, в чем вообще этот интерес. То есть, если интересно заниматься веб-дизайном, если интересно заниматься иллюстрацией, чем бы то ни было, хоть каллиграфией, я не знаю, хоть улицы мести, это должно быть интересно, но это должно быть интересно чем-то. То есть, должно быть что-то, что заставляет вас заниматься этим снова и снова. Вот что конкретно? Что конкретно? Иллюстрация зачастую становится просто способом самовыражения, как я уже говорил. Когда-то для меня это было учебой. Я занимался в художественной школе, потом в художественном училище, потом на художественном галактическом факультете педагогического университета, ну и судьба. И я что-то там рисовал. Это были пейзажи на нем морде, портрельная живопись, фигурные композиции и так дальше. Кто-то из вас тоже этим занимался. Но потом произошли изменения. Я занимался дизайном, занимался книжной лёгкой. И мне пришлось порисовать. Я устроился на работу в компании, в которой нужно было нарисовать для начала линей-бука. Мне хотел там рисовать линей-бука, человек из художественного образования, да. То есть взял и нарисовал. Причём ещё и соврал, что я знаю долгую иллюстрацию. После этого мне пришлось иллюстрировать детские учебники по украинской мове, там, книги, журналы и всё такое. И дальше пошло-поехало. А потом на долгие годы я опять ушёл в дизайн-сайт и занимался только им. Но недавно в моей жизни опять произошёл перелом и я подумал, почему бы мне не порисовать. Я купил карандаши, купил ручку, достал 200 бумаги, сел и нарисовал нечто. Это был тест-правочек. И вот сначала такие иллюстрации, они идут для вас просто в каре. Вы это делаете для души. Вот этого не стоит стесняться. Это нужно делать просто потому, что что-то должно восцеплять жизнь. Не должна быть только работа, только семья, только спорт. Должно быть что-то, что даёт вам какой-то новый толчок. Например, когда я занимаюсь сайтами, когда я там руковожу людьми или провожу занятия. Мне нужен отдых. Я прихожу и рисую. После этого силы восстанавливаться. Моментально. То есть иногда вот что-то такое просто должно быть для вас обучено. Делайте это для себя. Просто потому, что хочется. Если хочется, конечно. Кстати, завтра у нас будет мастер-класс как раз по этой тематике. Там билеты на него уже распроданы, поэтому рекламировать смысла нет. Но вот мы будем заниматься как раз тем, что просто попробовать порисовать. Просто для себя. Но со временем это становится работой. Интересной вам. Если вы чувствуете, что это то, что вам по приколу делать. Вы продолжаете это делать. В конце концов вам приходят заказы. Сейчас я расскажу как. Но когда рисование становится для вас работой. То есть не просто удовольствие. Не просто обученное. Не просто хобби. А когда вы начинаете зарабатывать как-то по-глоне. Начинается всё по-другому. Сначала у вас меняется стиль работы. Прежде всего вам приходится менять штуки. Что-то в том, что и как вы рисуете. Вы начинаете менять материалы. Вы начинаете менять бумагу, основу, графические материалы. То есть кто-то рисовал карандашами, а теперь приходится писать акварель. Потому что заказчик просит именно акварельную иллюстрацию. Так приходится делать. Вы покупаете новые материалы. Вы покупаете новую бумагу. И вы опять переосмысливаете своё творчество. То есть вы начинаете рисовать чуть по-другому. И на этом вы тоже развиваетесь. Второй интересный момент в коммерческой иллюстрации. Это то, что вам приходится менять стиль работы. Если вы до этого рисовали дудлики какие-то. Дудлы я расскажу завтра, что это такое на мастер-классе. Его мы как раз с них завтра начнём. Будет довольно интересное упражнение на их отрисовку. Я уверен, что большинство из вас и рисовало в жизни. Просто вы не знаете, что это такое, как это называется. Это знаете, что это? Это когда вы говорите по телефону с мамой. Да? У вас по-другой оказывается есть бумаги и ручка. И вы говорите, ага, ага. Да, 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 да. Ага, конечно. Пользуйтесь завтра, да, обязательно. Да, конечно. Я не забуду. Забыли моментально, но вы нарисовали в кустом-классе. Это называется дуды. Вот с этого начинается иллюстрация. А потом, когда вы меняете стиль, у вас появляется потребность в том, чтобы рисовать чуть иначе. Рисовать что-то другое. Если вы рисуете персонажей, вы начинаете учить анатомию. Если вы рисуете для какой-то цели городской пейзаж, который потом тоже пойдёт на продажу, по заказу, то вы начинаете уже присматриваться к архитектуре. Если это натюрморт, то вы тоже начинаете изучать более такие тоже вещи, объёмы, фигуры. Обязательно нужно рисовать то, что вы видите вокруг себя. Вы видите бутылку с водой? Нарисуйте её. Вы видите таблетку? Нарисуйте её. Это путь к тому, что вы можете рисовать практически всё. Вещи, которые можно и нужно рисовать, находятся вокруг вас. Вы никогда не знаете, что нужно будет применить в коммерческой иллюстрации. В этом тоже есть такой интересный момент. Если вы занимаетесь сайтами или полиграфической рекламой, вы работаете в уплотной тематике практически всегда. Вы знаете, что будет завтра. Вы знаете, что вы будете делать на каком-то сайте. То есть вы знаете, что там будет вверху меню, а справа будет какой-то айс-тойка. Но в иллюстрации вы никогда не знаете, что вы будете рисовать через неделю. Вам может прийти заказ, на котором нужно будет нарисовать панель-поу. А вы его уже рисовали, и вы помните как. Но когда вы что-то зарисовываете, делайте скетчи. Делайте скетчи, делайте наброски. Начинать, если вы захотите заняться иллюстрацией, не стоит начинать с наброска. Этим занимаются в художественных школах и училищах. Там это нужно, и там объясняют, как это делать. Но если вы начинаете для себя, не учась где-то, лучше рисовать на то, что хочется. Те же самые дубы, с них все и пойдет. Но скетчи нужно беречь. Они очень хорошо потом идут на дримбле. Я думаю, вы знаете, что такое дримбл. Если вы посмотрите работы иллюстраторов, дизайнеров, которые публикуются на дримбле, они публикуют не только готовые работы, они публикуют эскизы, скетчи. Это очень хорошая тема. То есть видно, как дизайнер работал, видно, как художник рисовал это, видно, как он создавал, видно, что он может, видно, от чего он пляшет, от чего он идет, где начинается идея, где продолжается все это. Это действительно очень полезно. Плюс разные сюжеты, которые вы пробуете, они развивают ваше воображение. Вы можете нарисовать людей, разговаривающихся чашкой кофе. Вы можете нарисовать людей, стоящих на мостуле, обнимающихся на скамейке. Вы можете нарисовать конференцию. Но всегда ищите что-то новое. Один раз я нарисовал дизайнера, который сидел и работал в офисе. Я не взял, к сожалению, взять этот слайд. Там был еще довольно интересная перспектива, но он лежит над игрой. Если захотите, зайдете, посмотрите. Там перспектива повернута чуть сверху и спереди. То есть не так, как человек просто сидит за столом. Вы бы нарисовали сбоку, правда? Первая же мысль. А можно нарисовать его сверху. Показать обувь. Показать его мимику в таком повороте. Так гораздо лучше можно показать руки человека. Чем он занимается, как он держит фланшет или плавиатуру. Это интересно, но это чуть сложнее, чем рисовать только в профиле. Пробуйте рисовать позор людей, это тоже очень полезно. Но, в принципе, можно работать еще и просто и не затеянным. Вот, кстати, тоже разные наброски для июздации. Где-то это курирующий человек, где-то это человек гулящий в лите. Где-то это человек за рулем машинства. Меня вдохновило именно то, что я люблю кататься на машине. То есть я езжу на машине по вечерам на город. И периодически, если у меня в машине кто-то оказывается из семьи или друзей, я общаюсь глядя в зеркало. Я захотел это нарисовать. Я взял и нарисовал. А кое-кому из заказчиков это понравилось. Вы можете даже не ожидать, не знать, какие заказы придут вам на иллюстрацию. Вам может прийти что-то в этом роде. Когда-то я нарисовал такую иллюстрацию для сайта одного из докладчиков, кто-то там тоже выступает. Сергей Барганчев. Для бро-переводов. Разных языков, на разные языки вы понимаете. То есть разные здания, разная архитектура, разные страны. Есть какая-то аллегория, есть какие-то метафли. Я нарисовал это сначала на компьютере, то есть именно в фотошопе. Но потом я сам предложил и переделал это. Это уже была первая моя коммерческая иллюстрация, проданная именно клиенту. Нарисовал уже от руки. И сейчас она находится на этом сайте. Персонаж, конечно, рисовать веселее. Несмотря на то, что кажется, что человека рисовать сложно, это действительно сложно, потому что нужно знать анатомию. Для того, чтобы нарисовать даже карикатуру или шарж, нужно знать, как выглядит и как устроен человек. Не то, что у него там внутри, а как вообще движется тело человека, как он работает, что это такое, как оно устроено. Причем есть как простые ракурсы, так и сложные, где вы можете гипертрофировать какие-то детали, сделать что-то действительно поинтересному. Рисование начинается именно с гугла. Кстати, выглядят они зачастую именно так. То есть это могут быть люди с нарушенными пропорциями, с нарушенной какой-то анатомией. Это могут быть какие-то предметы, которые находятся перед вами. Это могут быть животные. Это могут быть, опять же, люди каких-то интересных ракурсов. Не бойтесь достать ошибку, если вы хотите этим заняться. Если вы допускаете ошибку, наоборот, это путь к развитию, это классно, вы знаете, как ее не допустить в следующий раз. И мало того, когда вы допускаете ошибку, на которую вы смотрите и понимаете, что вот оно, вот это вот мой стиль, я могу работать так дальше, это прикольно, это круто, это будет моя книжка. И все. И заказчики на это действительно покупаются и заказывают вам что-то именно с вашей какой-то издалью. Думаю, вот такая же история. Вот здесь еще вопрос в том, где вообще можно неужно искать какие-то предметы, какие-то вещи для вдохновения. На самом деле, эти люди, которые вдохновляют вас, ходят вокруг. Они сидят у вас в офисе. То есть у меня на стене сейчас висит иллюстрация вот с тем самым дизайнером в чапсе, который сидит у нас за стеркой. Я его просто нарисовал, мы просто его повесили. Я его видел, я посмотрел, как он сидит, я понял, что он похож на Гаймира Симпсона и нарисовал. Вот и все. Я не знаю, какой же персонаж, можно сказать. Как нужно относиться к этой работе, если это становится работой? Как нужно относиться к этому копии, если это продолжает быть копией? Все равно развивайтесь. Если понравится, все равно делайте что-то. Все равно рисуйте. Покупайте новые материалы. Обязательно, обязательно пользуйтесь хорошими материалами, годными. То есть, если вы берете карандаши, то купите хорошие карандаши. Там коробочка карандаши стоит 25 гривен, допустим. Хорошая стоит 50. Но это дает какой-то опять же толчок в работе. То есть вы рисуете, вы понимаете, что это классная штука рисуете, и она действительно хорошо работает. Покупайте хорошие ручки для конкуров для черчения. Берите инструменты из каких-то смежных тематик. То есть, например, я взял каллибротический браш-пэд, взял чертежный винограф. То есть туши и бера в моем наборе для работы, которая обычно есть у индустраторов, нет вообще. Мне просто не нравится эта штука работает. Нету порерий, потому что я тоже не люблю ее работать. Хотя я хорошо знаю там лисерок, разные техники, но вот оно не бьет и все. И если займетесь этим, если вы захотите пиалиться, обязательно купите хороший фотоаппарат. Обязательно. Реклама никома. Да, вкладь на правах рекламы. Просто ником. Я чайник фотографий, но я знаю, что ником классно передает зеленый цвет. Особенно если пользоваться кроме чайническим авторежимом. Покупайте фотоаппарат, покупайте штатик, и вы можете фотографировать то, что вы нарисовали. Скамер не такая важная штука, как фотоаппарат. Потому что фотоаппаратом вы можете показать это, как вы видите, в каком-то интерьере, в каком-то антураже, и так выдать работу на тот же самый дрибу гораздо лучше и получается прикольнее. Это то, что западные дизайнеры называют «life elements». Они говорят «I like this life elements on the background». Им это нравится, они лайкают. Это опять же ваш пиар. Это тоже ваше развитие. Это плюс к тому, чтобы что-то продавать лучше, больше, дороже. Цветочки ставят на фотографиях тоже. Второй слайд на правах рекламы. Не стоит, конечно, искать вдохновение в спиртном, хотя я должен сказать о нем одну примечательную вещь. Выходший человек чуть легче различает спиртном. Чуть лучше. Чуть точнее может их передать. Но это не значит, что надо обучать. Есть исследования по этому поводу или твое замечание? А? Есть исследования по этому поводу или твое замечание? Это мое замечание, проектованное годами обучения в художественном училище. Вот. И в винаркой рядом, через дорогу. То есть действительно, потом сложишься на работу и думаешь «Враво». Ну, я отдал. А это книжки, да, это молодец. Но не стоит этим зло подъявлять. Кстати, если вы всерьез начинаете заниматься иллюстрацией, бросайте в кровь. Тремор рук – это страшная штука. Он не дает нормально работать. То есть у вас трясется рука, вы не можете нормально нарисовать контур, когда одиннадцатая сигарета за день – все уже не идет. Поэтому устраивайтесь вести действительно здоровое воображение. Бухайте по мнению. И рисуйте постоянно, рисуйте то, что видите вокруг себя. Видите людей – рисуйте их. Видите кот – рисуйте. Это очень благодатная кошка, кстати говоря, для рисования. То есть вы можете сделать набросок кошки, она при этом окажется похожей на себя. Потом вы научитесь передавать характер этого живого существа. А потом вы научитесь отличать котов от кошек по ширине морды. Вообще уникальное умение уже. Вот. То, что я хотелось сказать в иллюстрации. Занимайтесь этим. Попробуйте это для себя. Это для себя. Это прикольно. Почему я действительно пришел к этому? Не только потому, что я сказал, что захотелось, начал рисовать. Почему многие приходят к этому? Приходят потому, что сейчас все стремится к ручной работе. То, что можно нарисовать в фотошопе, можно зайца научить курить. Вы знаете, да? Или там обзьяну научить кидаться гранатой. В России научили, например. Ну, она там сидит и кидает. Садик. А? Садик. Да нет, он слишком высоко сидит. В общем, научить человека рисовать фотошопы очень легко и это не сложно. Научить иллюстрации – это то же самое. То есть, иллюстратор – среднестатистический человек, не умеющий рисовать, выучивает за неделю, работает как за здрасте потом несколько лет. Но рукотворная работа, она не просто ценится и стоит дороже. Она лучше, она честнее, она уникальна. То есть, не бывает, в руках похожих иллюстраций. Хотя я хочу посоветовать вам одну книгу, которую я тоже читал в процессе. Обязательно хотите читать книги. Вы знаете, есть такой иллюстратор, она работала в лестнице, ее зовут Яна Франц. Черненькая такая. Она приезжала в Одессу там со своими тоже творческими встречами, мастер-классами и т.д. У нее есть книга «Тайное знание коммерческих иллюстраторов». Это книга о том, как рисовать, как правильно рисовать, а там горит несколько таких вещей. И вот один хинт, который я могу поделиться сейчас, это то, что не стоит раскрашивать иллюстрацию сразу. Сделайте контур и продублируйте этот контур. Подсканируйте его или сфотографируйте, но пусть он останется в резерве. Потому что заказчик может сказать, я не хочу этого красного условия сделать, мне его зеленым, пожалуйста. Ну или поверните его в Photoshop на 20 градусов, вы знаете все такое. В Photoshop. Это же быстро, правильно? Для того, чтобы никаких вещей не происходило, лучше действительно делать отдельно несколько наборов контур, потом распечатать и действительно сделать книжку-раскраску. Это проще, тем более все равно эта иллюстрация будет либо отсканирована, либо скатографирована туда, куда она пойдет в продажу. Это проще, чем потом перерисовывать все. Вы, конечно, можете сделать классную иллюстрацию, но работать людей пару месяцев как-то не в жизни. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Да, я вас обожаю. Я заканчиваю свой доклад тем, что если вы хотите со мной познакомиться на книжку, то можно это сделать здесь, можно это сделать на Facebook. и интриги. На этом у меня все. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечаю на них, но сейчас еще... Вопросы есть, кстати? Покажите. Нет? Хорошо. Тогда я передам микрофон одной замечательной девушке. Это Настя Тимельник. Она мой помощник на курсе дизайн-класса. И она расскажет вам о том, что... Нет? Ты расскажи. Хорошо. Ладно. Тогда расскажу я. Настя стесняется. У меня микрофон встал. У нас в дизайн-классе есть курс, он называется дизайн-сайт. Мы учим на нем людей полгода, люди после этого делают сайт и, в принципе, уходят в профессию. А сильная сторона в том, что половина группа у нас оказывается трудоустроенной к моменту. И еще у нас сейчас открылся новый курс, новое направление. Это мастер-класс с дизайн-интерфейсом. То есть, это UI-UX-дизайн, то, в чем мы шли несколько лет. То, в чем мы стремились. Насколько я лично этим не занимаюсь, мне пришлось брать другого чека. Мне кажется, он лежал в руках. Это нашу куртку и петли. И этот мастер-класс у нас будет вести Лидия Порганович. Кстати, она один из наших выплатчиков. Она будет выступать сегодня после обеда и расскажет вам как раз об интерфейсах и о том, как брать на работу людей в большую компанию. На этом у меня все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.